Здравствуйте, меня зовут Павлов Юрий, я преподаватель Центра компьютерного учения специалист при имбутовине Баумана. И сейчас мы поговорим про использование переменных в программе прототипирования Акшура 9. И посмотрим вот на таком несложном примере, как переменные здесь работают. Итак, у нас есть небольшой сайт, состоящий из трех страниц, page1, page2 и page3. Видите, здесь параллельно только в тексте название. И есть верхняя шапка, которая содержит имя и пароль, поля для ввода имени и пароля. Теперь, когда пользователь вводит свое имя, например, такое, и нажимает «Войти», то вот здесь отображается в шапке «Приветствия». Причем, при этом, пользователь может переходить на любые страницы. Как видите, вот это «Приветствия» сохраняется. Но, когда пользователь нажимает «Выход», он остается на той же странице, но выход выполнен, и снова, видите, здесь пользователь видит данные для входа. Итак, я на третьей странице нажимаю «Войти», и я здесь нахожусь на третьей странице. Нажимаю «Выход», и я снова остаюсь на той же странице, где я нажимал «Выход». Ну, а теперь отображается поля логин пароля. Тем самым мы имитируем процесс аутентификации пользователя. Как это делается? Это делается таким образом, и сейчас в Акшуре мы создаем новый документ. Так, пейдж 1. И сейчас мы наполним эту страничку. Допустим, у нас здесь будет верхняя часть, прямоугольник. Можно его там закрасить. Без бордюра. Что-то в этом роде. Теперь ниже будет располагаться вот этот текст пейдж 1. И какая-то здесь болванка текста, типа такой. Вот. Вот этот верхний серый прямоугольник, это у нас будущая шапка, который будет содержать то, что у нас там будет текст некоторый. Ну, допустим, вот такой текст будет использованием переменных. Вот. Затем размещаем сюда поля ввода, текстфилд. Это у нас будет для логина. Это у нас продублируют для пароля. И кнопочка, которая непосредственно будет выполнять вход. Кнопочка Button. Итак. Чтобы нам обозначить эти поля, мы воспользуемся таким. Такой возможностью. В панели Interaction справа вы видите кнопочку без названия, с регулировками. И здесь можно задать хинтекст. Это как раз вот этот самый placeholder, который отображается до начала ввода. И ваше имя, допустим. Ваше имя. Вот. Теперь. Второе поле пароль. Опять-таки. Вот эту кнопочку. Хинтекст. Пароль. Но для пароля все-таки мы сделаем так, чтобы это поле было Input Type Password. Иначе какой странный пароль получается. Вот. Итак. Имя, пароль и кнопочка Пойти. Почти прекрасно. Ниже мы разместим навигацию, которая будет содержать, допустим, можно сделать на базе вот такой вот горизонтальной менюшки. Здесь у нас будет Page 1. Page 2. И Page 3. Но. Здесь такая ситуация. У нас сейчас вот эта вот конструкция. Она содержится на первой странице. Но дело в том, что вот эта вот верхняя часть, она должна быть на нескольких страницах. Конечно, мы продублируем сейчас вот эти странички. Но из верхней части надо бы сделать мастер, чтобы можно было применять к самым разным страницам. Поэтому я верхнюю часть вот так выделяю. Стараюсь не затронуть больше ничего. И правой кнопочкой Create Master. Когда вы нажимаете Create Master, у вас запрашивается имя. Это будет шапка. И видите, вот сейчас вот так вот этот поле прозовело. И теперь я могу сделать так. Я могу продублировать эти страницы. Дупликейт Page. У меня будет Page 2. И еще разок. Дупликейт Page. Это будет Page 3. На самих страницах тоже неплохо было бы поменять. Это у нас будет Page 3. Это у нас будет Page 2. И Page 1. Так, давайте посмотрим еще разок, что у нас есть. У нас есть Page 1, Page 2 и Page 3, которые содержат практически все одно и то же. И у нас везде вот эти все страницы привязаны к шапке под названием Шапка. Теперь, поскольку у меня были сделаны вот эти будущие кнопочки, надо бы их сделать активными. Я переключаюсь на шапку, двойным щелчком. И вот Page 1 у нас получается New Interaction, OnClick. Мы говорим Open Link, Page 1. Вторая страничка. New Interaction, OnClick. Page, Open Link, Page 2. И третья страничка. Все то же самое. OnClick, Open Link, Page 3. Ок. И сейчас эти все действия были сделаны на шапке. И на нашей шапке. На страницах у нас все, естественно, тоже будет сейчас активно. И мы сейчас проверим этот момент. Preview. И посмотрим. Итак, Page 1, Page 2, Page 3. Все прекрасно работает. Видите, мы со страницы на страницу переходим. Подготовительная работа завершена. Но переключаемся в Акшуру. И теперь возникает уже вопрос, как нам сделать вот такие интерактивные моменты. Здесь идея такая сейчас. Когда пользователь на шапке нажимает кнопочку «Войти», он, во-первых, должен остаться на той же странице. Поэтому, когда пользователь нажимает «Войти», значит, по кнопке «Войти» нужно остаться на той же странице. И как это сделать? И еще по кнопке «Войти» что у вас должно отобразиться? По кнопке «Войти» нужно отобразить приветствие и кнопку «Выход». Вот. У нас должны вот такие действия произойти. Но. Но. Еще раз. Как нам это можно сделать? Дело в том, что, когда пользователь нажимает кнопочку «Войти», нам нужно тогда вот это поля, переделать. И для этого мы с вами используем так называемую динамическую панель. Идея будет такая, динамической панели. Когда пользователь нажмет «Войти», вот эта вот вся панель динамическая должна переключиться во второе состояние, которое будет содержать приветствие вместо вот этих полей. Здесь будет приветствие и здесь будет кнопочка «Выход». Вместо вот этого всего дела. То есть у нас получается динамическая панель из двух состояний. Вот сейчас вы видите состояние номер один. У нас будет состояние номер два. Чтобы нам панель организовать, у нас же все находится на шапке. Мы переключаемся снова на шапку. И вот эти три поля. Преобразуем динамическую панель. Правой кнопкой. Так вот выделили их. С кнопочкой «Shift». Вот так щелчками выделили. Правой кнопкой и операцией «Create Dynamic Panel». Динамическая панель. Когда мы это сделали. Вот мы сейчас получили динамическую панель. Видите, справа «Dynamic Panel Name». И можно назвать ее, например, «Панель входа». Чтобы управлять без проблем. Прекрасно. Но. Это у нас первое состояние панели. Как нам получить второе состояние? Двойным щелчком переключаемся в эту панель. Вот он стоит один. Это первое состояние. Добавляем. И это стоит. Вот здесь интересно получилось. Вы видите, что панель как-то вот у нас схлопнулась. Сейчас нужно ее размеры подправить. Почему-то вот в акшуре наблюдаются такие моменты. Иногда вот так панель схлопывается. Вот. На самом деле, вот то, что я сейчас регулирую, это область видимости. То есть, если я сейчас захожу, вот то, что внутри вот этого пунктира, оно будет видом. Все остальное нет. Стоит два. Вот сейчас все правильно. Вот видите, вот этот схлоп натое отображал. Сейчас я подправил. И внутри пунктира все будет видно. Сюда я сейчас отображаю текст. Какой нам текст здесь отобразить? Ну, у нас здесь будет приветствие. Возьмем там хайдинг 3, например. Приветствую. И кнопка выход. Кнопка выход. Мы кнопку выход берем, как обычно. Где-то она была. Кнопка выход. Вот она, боттон. Вот. Это будет кнопка выхода. Выход. Обратите внимание, я сейчас далеко не всем полям даю имена. В данном случае панель входа получила имя. Динамическая панель. Но в дальнейшем нам кое-что понадобится здесь еще. Вот. Но. Если мы сейчас посмотрим на любой странице, получается сейчас, естественно, мы видим первое состояние панели. Еще разок зайдем на мастер. Вот. Мы видим сейчас второе состояние или первое состояние, там, в общем-то, которое мы создали. Сейчас эти состояния никак не фигурируют. То есть сейчас мы видим вот так вот. Страничка переключается. Естественно, здесь у нас ничего не меняется. Никак. Не так, не так, не сяк. Вот. И теперь смотрите, какая логика получается. Что вообще должно произойти, как нам можно переключить панель во второе состояние. И здесь, конечно, это все должно произойти по нажатию кнопки «Войти». Вот. Но мы пока не... Я в накшуле это возможно, но мы пока не будем делать процессы модификации, проверки имени, паролей и так далее. Пока обойдемся без этого. Будем считать, что пользователь нажал «Войти» и он вошел. И при этом, видите, он должен остаться на той же странице и нужно отобразить приветствие. То есть понажать «Войти» нам нужно переключить вот эту панельку во второе состояние. И все было бы хорошо, но у нас страниц несколько. Как тогда нам сделать так, чтобы на любой странице это все сработало? То есть это должно быть сделано на уровне мастера. И тогда получается такая логика. Нам поможет механизм переменных. Какая-то переменная, они здесь называются Variables. Мы сделаем переменную какую-то, ну, например, переменную А назовем. Вот. И дальше А равняется нулю изначально. Но когда пользователь нажимает «Войти», А становится равной единице. А что дальше? А дальше мы перезагружаем эту страницу. И при перезагрузке страницы мы анализируем переменную А. Если А равняется нулю, мы выводим вот эту панель. А если А равняется единице, мы переключаемся во второе состояние. И это при загрузке страницы. Вот такую логику мы формируем. То есть, еще разок. По кнопке «Войти» мы создаем переменную А равняется единице. Не создаем А. Присываем. И выполняем перезагрузку страницы. При загрузке страницы мы проверяем А. Если 0, то состояние 1. Если не 0, то состояние 2. Мы таким образом переключаем вот эту панель. В зависимости от состояния. То есть, переменные в Акшуре играют глобальную роль. И они доступны отобсюду вообще. И таким образом я через механизм переменных могу передавать данные куда угодно и где угодно. И анализировать их, и присваивать, и так далее. Поэтому этот механизм особенно ценен для продвинутой логики. Итак, попробуем реализовать этот механизм. Что у нас тогда получается? Итак, во-первых, переменных у нас нет. Переменную создать можно на ходу. В общем-то, в процессе дальнейшем. А можно зайти вот сюда. Вот «Project». Здесь есть «Global Variables». Глобальные переменные. И мы нажимаем кнопочку «Add». Мы хотели назвать переменную А. Единственное, видите, здесь нужно, чтобы такие правила были без пробелов и так далее. Вообще, лучше кэшня назвать, а, например, «Loget». Типа «Пользитель вошел» и по умолчанию «Default Value 0». То есть «Пользитель» считает, что не вошел, если 0. Если 1, то вошел. Мы сейчас создали вот эту переменную и присвоили 0. На самом деле, переменные Акшуры будут созданы изначально, когда будет генерация в режиме превью. И вы будете изначально видеть вот это значение 0. Прекрасно. Ок. Создать мы и создали. Но что должно дальше произойти? А дальше, что должно быть? У нас должна сработать кнопочка «Войти». И если пользователь нажал эту кнопку, то переменную мы должны перевести в состояние 1 для начала. Как мы это сделаем? Итак, кнопка «Войти», «New Interaction», «OnClick». И здесь есть такая операция в правом списке, в длинном в правом списке. Так, это никто промахнулся. Вот. Есть такая операция. Называется она... Что такое-то? Она называется... Она называется... Где она тут была? Так, ой. Не витаря, что он клик сначала. Потом операция называется... Сейчас ее найду. «Set Variable Value». Она сейчас на экран не входит. Вот так она называется. Она внизу находится. «Set Variable Value». И какая переменная? В принципе, у Workshower уже заготовленная переменная. Называется он «Load Variable». Но мы используем свою, которую мы назвали «Logit». Итак, переменная «Logit». «Set To». Она устанавливается в значение «Value 1». Мы считаем, что пользователь вошел. Здесь очень продвинутая логика. Здесь можно присвоить переменные данные, например, из вашего имени, там или еще откуда-то. Но мы сейчас не будем так усложнять. Итак, переменная «Logit» получает значение «Value», равное 1. Окей. Мы сейчас до конца не сделали. Но, тем не менее, я сейчас могу нажать «Preview» и посмотреть, как эта логика работает. Смотреть, что получается. Вот я нажимаю сюда, «Войти», нажимаю. Видите, ничего не происходит. Но у Workshower, вот с правой стороны, есть такая кнопочка «X», которая позволяет вам отслеживать значение переменной. И видите, сейчас «Logit» единичка. Я сейчас пересгружу страницу. Итак. Сейчас «Logit» ноль. Я переключаюсь между страничками. Видите, ноль. Теперь я нажимаю «Войти» и «Logit» стал единичкой. Теперь я переключаюсь между страничками. «Logit» равняется единице. Но, правда, проблема какая? Она равняется единице. Здесь пока ничего не поменялось. Вернемся в Workshower. И что у нас должно поменяться? А поменяться теперь... А помните, я рисовал вам схему, какая логика будет? При загрузке страницы мы должны проанализировать вот эту самую переменную, чтобы переключить панель в то или иное состояние. Но что значит при загрузке страницы? У нас есть три страницы. Но на всех трех страницах есть мастер. Вот этот мастер. Он есть на всех трех страницах. И находясь на мастере, мы можем, сбросив все выделения, чтобы ничего не было выделено вообще, нажимаем New Interaction. И здесь есть вот такое событие OnPageLoad по загрузке страницы. То есть я теперь могу проанализировать ситуацию загрузки страницы. Что же у нас должно произойти при загрузке страницы? OnPageLoad. А что у нас должно произойти? У нас нужно setPanelState установить значение единичка. Или ноль. Интересно, в какое значение его поставить? И пока до setPanelState мы должны сформировать некоторые условия, где это можно сделать. Вот в OnPageLoad выбрали справа EnableCases. Мы разрешаем механизм условий. Итак, EnableCases. Вот, название case нас не интересует. Это логика. Какая у нас будет логика? Итак, ну давайте так. Если значение переменной какой логит равняется единице, value1, обратите внимание, что вот это поле может содержать полнейшую ерунду, а кнопочки очистить нету, поэтому надо как-то аккуратно. Итак, если value в ArrayLogit равняется единице, вот здесь видите прям текст идет, value of logit, на данный переменной, equals единица. Итак, мы сформировали вот это условие. Есть единица, и сейчас нажимаем ОК. А дальше вот здесь плюсик, плюсик, когда наводите Insert Action, мы добавляем действие. Что же нам должно перейти? Произойти у нас должно setPanelState. Мы должны панель, какую панель входа, переключить в состояние State2. Вот, ну анимация нас не интересует, и ничего больше не интересует, в состоянии State2. Прекрасно, переключили, ОК. Итак, смотрите, что получается. Если единичка, то State2. Но, помните, у нас же выход может быть тогда, как нам сформировать здесь еще дополнительные условия. И напротив, onPageLoad, видите, addCase кнопочка возникает, addCase, вот она, вот она кнопочка addCase. Вы нажимаете, и теперь мы, знаете, мы ничего здесь не заполняем вообще. Мы, в принципе, у нас два состояния, один либо ноль. И получается, если не один, то значит ноль. Поэтому здесь ОК. И видите, получается, с кейс-два else сформировалась. Иначе. То есть, если логид единица, то вот это. А иначе, иначе, что же у нас такое будет? Конечно, будет setPanelState, панель входа в State1. Вот так вот. ОК. То есть, если здесь единичка, то State2, то бишь, когда поиск вошел. Если не иначе, то State1. Ну что ж, посмотрим. Сразу включаем контроль за переменными. Итак, я сейчас нажимаю панель 2, панель 3, здесь все как обычно, нажимаю войти. Вот. Но, вы знаете, тут я, собственно говоря, ничего такого не вижу, потому что... О, видите, как это не вижу. Вот, чуть даже вижу. Вот они уже изменения пошли. Вот оно приветствие добавилось. Давайте сейчас reset сделаем. ResetVariables. Вот здесь вот. И перезагрузим страничку. Вот. Итак, прекрасно. Итак, снова page1, page2, page3. Нажимаю войти. Переменная становится единичка. Но, видите, ничего не произошло. Но если я начинаю вот теперь переходить, все прекрасно здесь вот присвоилось. Что нам сейчас надо немножечко наделать? Во-первых, нам нужно реализовать кнопку выход. Как вы понимаете, там должна переменная обнуляться. А во-вторых, нужно еще одно действие сделать. Такое. Смотрите. Мы, когда делали вот эту операцию, видите, панель мы переключили в state2. Но. Это все хорошо. Но помните, когда мы нажимали кнопочку войти, что у нас происходило? У нас переменная становится единичку. Но больше ничего не происходит. Получается, что система осталась в том же состоянии, хотя переменная единица. И нам сейчас надо добавить еще одно действие. Перезагрузить данную страницу. Как это делается? Плюсик. Insert Action. Open Link. И просто Reload Current Page. Вот это отличная операция, которая перезагружает данную страницу. Но мы помним, что при загрузке у нас стоит контроль. Проверка на переменную. Итак, Reload Current Page. И если переменная единица, то мы видим одно, а если ноль, то другое. Проверка. То есть теперь, когда я нахожусь на любой странице, например, Page 3, я нажимаю войти. Видите, она сразу переключилась вот сюда. Ну что ж, осталось сделать кнопочку выход. Переключимся здесь во второе состояние панели. Вот она, кнопочка выход. И здесь логика примерно та же самая. То есть мы переменную задаем ноль и перезагружаем снова страницу. То есть, New Interaction, OnClick. Переменные присваиваем значение SetVariableValue. SetVariableValue. Logit. Значение SetTo 0. Ноль. Окей. Но это еще не все, потому что нам нужно перезагрузить страничку, иначе мы оставимся в том же месте. Перезагружаем Reload Current Page. Итак. Ноль. И Reload Current Page. Вот вы видите, вот такую логику. Смотрим. Превью. Итак. Включаем консоль, чтобы отслеживать переменную. Я нахожусь на второй странице. Нажимаю Войти. Итак, переменная 1. Я нахожусь по-прежнему на второй странице. Перейду сейчас на третью страницу. Нажимаем Выход. И переменная 0. И третья страница вот так перезагрузилась. Вот. Как видите, все очень даже хорошо. Но сейчас мы можем сделать еще приятный довесок. Дело в том, что когда мы нажимали Войти, почему бы не написать привет, запятая, и имя пользователя, который пользователь задавал. Сейчас будет небольшое такое усложнение. Но здесь смотрите, что получается. Нам нужно это поле отсюда взять. Вот это имя. Нам в дальнейшем нужно к нему обращаться. Поэтому на вот это поле надо обязательно сейчас дать название. Ну, например, назовем юзернейм. Юзернейм. Вот. Прекрасно. Пароль, в принципе, мы не будем делать. Вот. Прекрасно. Но вот этот юзернейм будет использован дальше в состоянии 2. Стоит 2. Вот в этом поле приветствия. И приветствия сейчас надо тоже дать название. Ну, назовем это дело приветствия. Вот. Просто мы дали название этим полям. А дальше происходит вот что. Значит, у нас сейчас по нажатию кнопки 1 логид 1 и мы перегружаем страничку. Но, а где же мы будем передавать имя пользователя? И мы сейчас можем здесь добавить еще одно действие insert action где мы будем опять использовать переменную set variable value но на этот раз мы создадим новую переменную ну, назовем ее юзер юзер значение по умолчанию пустое поэтому, в принципе, вот так вот и так юзер но что же у нас здесь должно произойти кто у нас должен измениться должен измениться юзер какое значение он должен принять он должен применять значение value of variable значение так, нет, стоп нет текст он виджет, конечно же текст он виджет какой виджет виджет у нас есть юзер name вот так вот и так что у нас получается переменная logit единичка пустое вошел потом у нас идет перезагрузка и переменная юзер становится равным тому полю который пустое здесь ввел здесь есть одно один косяк который заключается вот в чем мы же перемен присвоили а потом перезагружаем страницу когда мы перезагрузили у нас ничего нету все там этих переменных уже нету мы же ушли на другую страницу и поэтому их надо поменять местами и должно быть вот так то есть сначала мы logit ставим единицу потом мы переменную юзер ставим значение текущего вот этого поля и пошли на перезагрузку страницы первые два действия можно поменять местами это ничего не даст но openweek обязательно должно быть последним действием прекрасно вот итак мы сейчас можем проконтролировать превью что получилось итак у нас получается если мы просто вот войти нажимаем то у нас видите юзер пустой потому что как бы я ничего не вводил там но стоит мне там ввести там qwerty нажимаю войти и видите logit единичка юзер qwerty прекрасно остается нам сделать последнюю малость малость заключается вот в чем у нас же есть второе состояние стать 2 вот это вот приветствие и вот это приветствие мы должны поменять на другую фразу а как это сделать и мы вспоминаем что все действия у нас были по on page load это мы вот в этом месте должны сделать перед отображением страницы и так получается что если единичка то мы устанавливаем panel state вот такое state 2 и мы сюда добавляем еще одно действие и мы устанавливаем здесь есть такая штуковина называется set text set text кого приветствие set text вылью приветствие но тут нам немножечко сложнее получается тут вы знаете можно двойной щелчок на set text сделать чтобы открылась вот эта большая панелька set text приветствия мне кажется поудобнее будет и какое значение мы здесь должны поставить нам нужно сюда добавить имя пользователя это делается так я сюда нажимаю fx вот эта кнопочка fx и теперь я хочу добавить значение локальной переменной в общем то и смотрите что получается для добавления переменных там это самое нам нужно использовать вот такие двойные вот так вот а у нас там помните юзер называлась вот это наша переменная и тогда я здесь перешу там привет привет запятая и дальше вот так вот ой так вот юзер вот привет юзер окей вот привет юзер ну посмотрим превью консоль имя qwerty войти привет qwerty пожалуйста вот выход привет юзер войти привет юзер который отображается на всех наших страничках я еще разок перейду к вакшуровский файл и еще разок покажу как здесь отформировался он патчлоуд то есть идет здесь у вас кс1 если единичка то мы устанавливаем панель во второе состояние верхнее и вот этот текст панели мы устанавливаем в уже другое значение которое мы регулируем через вот эти вот fx на самом деле здесь можно еще поформлять еще в принципе здесь можно повыпендриваться с этими вещами но пока на этом мы закончим я хотел вам показать использование переменных и вы видите что механизм переменных в принципе не очень сложный и можно здесь с ними в дальнейшем выполнять дополнительные работы их можно вычислять их можно в логике использовать и так далее то есть механизм переменных в акшуре позволяет значительно расширить функционал и прототип ваш будет куда более достоверный акшура для того и нужна чтобы имитировать прототип с максимальной достоверностью на этом все будем надеяться что у вас все получится до новых встреч до новых встреч